Добрый вечер, вы смотрите выпуск новостей на Катунь 24. Меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас подведем итоги сегодняшнего дня. Начнем, как всегда, с главных тем. Сегодня, в день российского флага, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил военную часть в Зато-Сибирске. Победители и призеров краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель» наградили сегодня в Барнауле. Круглый стол, культурный код Алтайского края. Образ будущего прошел в Каевой столице. Сегодня, в день российского флага, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил военную часть в Зато-Сибирске. Он поприветствовал военнослужащих, а также осмотрел центральную аллею после реконструкции. Глава региона пообщался со спортсменами на новой спортивной площадке. Во время торжественного построения Виктор Томенко поздравил военнослужащих с Днем государственного флага Российской Федерации. Флаг России – это действительно символ государства. Это символ нашего величия, величия нашей страны, ее истории и воинской славы. Губернатор также подчеркнул важную роль алтайских ракетчиков в защите суверенитета Российской Федерации. Участникам специальной военной операции в торжественной обстановке вручили награды. Сегодня, в период проведения специальной военной операции, ваша служба важна как никогда. Силы, умения, понимание своих задач сегодня для жителей всей нашей страны внушает уверенность и спокойствие. Мы защищаем интересы Российской Федерации. Алтайский край, Алтай – это земля сильных людей. Жизнь в Зато-Сибирске не исчерпывается только воинской службой. Также губернатор побывал на новой спортивной площадке. Здесь появились хоккейная коробка, баскетбольная и волейбольная площадки и другие спортивные сооружения. Подростки рассказали, что теперь ежедневно приходят сюда заниматься спортом. А местные власти заверили, что площадка будет работать круглый год. Виктор Томенко осмотрел и центральную аллею на улице 40 лет РВСН, где недавно завершили благоустройство. Она уже успела стать местом притяжения жителей Зато-Сибирский. Здесь те, кто по долгу службы стоит на страже безопасности Родины, в свободное от боевых дежурств время, с удовольствием гуляют с семьей и детьми. На благоустройство направили более 7 миллионов рублей по программе формирования комфортной городской среды. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Также в честь государственного праздника на площади мира у администрации Ленинского района краевой столицы прошел концерт под флагом «Единым». На нем традиционно, как и в прошлые годы, вручили юным гражданам нашей страны первые серьезные документы, паспорта. Были в этом году и особенностью мероприятия. Мы сегодня в рамках этого мероприятия наградили наших добровольцев, ребят, которые участвовали в гуманитарных миссиях на Донбасс, принимали участие в добровольческих инициативах и действительно продемонстрировали свою гражданскую позицию. Конечно же, очень приятно, что мы равняемся здесь на тех, и молодежь сама показывает молодежи пример настоящей гражданской позиции. После концерта прошел автопробег. Колонна машин с триколорами проехала по центральным улицам Барнаула. Что символизирует цвета российского флага? И что значит для граждан страны государственный символ? Наши корреспонденты вышли на улицы краевой столицы. Ну, наверное, небо, огонь и воздух. Мне кажется, у каждого государства обязательно должен быть свой символ, отличительный знак. Олимпиада та же самая, да, у каждой страны несет именно свой флаг, именно есть чем гордиться. У нас есть и гимны, и флаги – это важно. Для каждого государства это нас объединяет, я думаю. Красный цвет символизирует кровь, чистоту, по-моему, там. Чистоту уже другой цвет, наверное, да? А, ну это, наверное, белый. Белый. А синий – небо. Коль, иди помогай. Символика нашего российского флага. Красная – это земля, голубое – это небо. Что цвета означают, помнишь? Флаг России. Не, не помню. Белый – свобода, по-моему. Ну, для меня, например, флаг – это очень серьезно. Я отношусь очень с большой любовью к нашей стране. Ну, для нас это символ нашей Родины, где, ну, для каждого, наверное, во флаге есть что-то свое. Например, у многих погибли на всех уже войнах в наше время близкие люди. Ну, вот у меня сын, он очень хорошо знает историю. Он, наверное, бы лучше вам рассказал. Предположим, что белое – это чистота, синее – это свобода, а красное – это мужество. А что там обозначает? Единственное, наверное. Ну, все. Как считаете, такие праздники нужны? Вы вот не знали, да, что сегодня? Ну, да, я не знала. Нужны. Для чего? Ну, чтобы все были счастливы. В открытии крупнейшей в Алтайском крае молочной фермы принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подробности узнала наша съемочная группа. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил комплекс «Блиновская» в Заринском районе. Сейчас это часть масштабного проекта молочного животноводства, который реализуется в трех регионах России – в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. На покупку коров из Германии и Голландии и на приобретение техники лучших производителей в комплекс инвестировали более 7 миллиардов рублей. Его проектная мощность – 6220 голов, а объем производства молока – более 35 тысяч тонн в год. Я, конечно, хотел всех поблагодарить за то, что вот такой огромный ее объем этой работы проведен. И мы с вами находимся на старте работы комплекса, которому я убежден, уготована счастливая и долгая судьба. По крайней мере, все мы, кто работает здесь на комплексе, живет в Заринском районе, в Алтайском крае, его заботами, его проблемами, его будущем, все мы, по крайней мере, приложим все усилия, чтобы так оно и было. На первом этапе, я считаю, нам это удалось. Я думаю, что мы будем комплекс развивать, и в ближайшее время он выйдет на свои проектные мощности. Благодаря открытию нового комплекса в Селияново станет доступно 250 новых рабочих мест. По поручению губернатора, правительство края активно участвует в жизни района. Так, на средства инфраструктурного бюджетного кредита здесь капитально отремонтировали несколько участков дорог и построили трансформаторную подстанцию. С точки зрения устойчивости развития сельского хозяйства, конечно, отрасль или сфера животноводства, она дает, конечно, свою стабилизацию, надежность, круглогодично востребованные рабочие места. И поэтому сегодня вопросом развития животноводческого комплекса, вообще животноводства как такового в системе развития сельского хозяйства, власти уделяют определенное и очень приличное внимание. Мы продолжим эту политику. Одним из самых важных и крупных секторов экономики в Алтайском крае по-прежнему остается молочное животноводство. Наш регион в десятке лучших по поголовью крупного рогатого скота, производству молока и говядины. Во многом это благодаря огромному вкладу сельхозтоваропроизводителей в техническое перевооружение и модернизацию отрасли. И все сделаем, еще раз повторюсь, для того, чтобы наши предприятия, в том числе и вот такие вновь созданные и набирающие мощность, обязательно были успешными. Пусть все получится у вас, у Алтайского края и у всей нашей страны. Дарья Эндерс, Денис Кузьменко, Андрей Шиповалов. Новости. Победители и призеров краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель» наградили сегодня в Барнауле. Дипломы получили представители 42 организаций. В Алтайском крае конкурс провели уже в 14-й раз. В этом году заявки на участие отправили руководители 66 предприятий. Наиболее активно заявлялись представители сфер промышленности и энергетики, сельского хозяйства и образования. Они боролись за победу в 17 номинациях. И в каждой номинации свои условия. Свои условия – это предоставление социальных льгот, гарантии работникам. Допустим, номинации по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Соответственно, показатели, характеризующие эту деятельность. Гран-при конкурса завоевал Бочкаревский пивоваренный завод из Целинного района. Предприятие стало лучшим сразу в четырех номинациях. Создание и развитие рабочих мест, лучшие условия труда семейным работникам, формирование здорового образа жизни, а также вклад в развитие территорий. Мы поставили вопрос номер один – предоставить жилье. Второе – обратить внимание на социальные объекты. Это детский стад, школа, дом культуры. И вообще, чем будут заниматься люди, которые приехали в наше село? Куда им девать свое время после работы? Обладатель гран-при компания «Бочкари», а также Краевая клиническая больница и Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр представят наш регион на федеральном этапе конкурса в декабре этого года. И к другим темам. Круглый стол – культурный код Алтайского края, образ будущего прошел в Краевой столице. Его участники уверены – у региона удачное географическое положение. В будущем это позволит установить тесные экономические связи с Азией. Семи столицами мира ближе, чем в Москве. То есть, есть расстояние наше меньшее. Соответственно, и в советский период времени это обыгралось, и сейчас есть возможность обыграть эту ситуацию. В свете возникновения трансграничных промышленных кластеров – это и в Рубцовске, и в Барнауле в том числе. Эксперты считают, что развить регион и вывести его на международный уровень позволит улучшение культурного кода. Именно сохранение ценностей, характера местных жителей и идеалов позволит Алтайскому краю сначала укрепить экономические связи с соседними регионами, а после выйти на мировую арену. Они все вместе приложили усилия для того, чтобы эти знамена заработать. Есть дерево, у него есть плоды, но есть такие вещи, как корни. И для того, чтобы были хорошие плоды, надо заботиться о корнях. Для меня понятия такие, как шокшины, рождественские, они не какие-то недалекие. Они не где-то там обстранены. Они мои, они мои земляки. Это мой культурный код. Но выразили и другое мнение. Чтобы сохранить культурный код, край должен фокусироваться не только на достижениях прошлых лет. Сейчас важно дать шанс современникам прославить регион. Взаимодействие и взаимопроникновение поколений будет у нас в Алтайском крае, тогда никуда наш культурный код не денется. И я абсолютно убеждена, что усиливать его не нужно. Нам нужно сохранить тот культурный код, который у нас есть. И ни в коем случае не растерять ни традиции. И ни в коем случае не пренебрять тем новым, что очень гармонично вольется в эти традиции. Что может произойти, если вовремя не признать ошибку и не сказать «нет»? Герою новой постановки Краевого театра драмы Николаю приходится распрощаться со своей привычной жизнью и родным городом. И все из-за глупой реплики. Уже в сентябре состоится премьера «Облако рай». Наша съемочная группа побывала на репетиции. Хорошая погода сегодня, да? По радио дочь обещали, слыхал? Да коли, главного героя новой постановки театра драмы «Облако рай» никому нет дела. Другой вопрос, что ему есть дело буквально до всех. Здесь проблема внутреннего одиночества. Всеми силами Коля хочет, чтобы его заметили. Роль молодого человека, кстати, первую главную в своей профессиональной карьере, исполняет Артем Казаков. Очень сильно непонятно мне, как он действует. То есть, грубо говоря, если человеку напрямую говорят «иди отсюда, ты всех достал». Ну, я как человек, я скажу «хорошо, извинюсь» или скажу «да вы сами меня достали, пойду заниматься своими делами». Коля не такой. У Коли это обострено чувство, что все-таки со мной давайте дружить. Как-то, может быть, я все-таки хороший парень-то, заметьте это. Чтобы обратить на себя всеобщее внимание, Коля с дуру ляпнул, что уезжает из родного города далеко и надолго. И у него получается. Правда, не так, как он планировал. Для знакомых парней это становится настоящим праздником. Ему уже и чемодан собрали, и нажитое им добро распродали. Все, кто не воспринимал Колю всерьез, конечно же, будут по нему скучать, и каждый уже проводил его в счастливое будущее. Молодой человек и моргнуть не успел, как его посадили в автобус. Героическое решение – уехать в неизвестность. Сильно возвысило его в глазах соседей. Они даже устроили в его честь концерт. Артисты театра исполнят шесть композиций в авторской аранжировке. «Облако рай» Андрея Жигалова, «Синоптики» группы «Наутилус Помпилиус», «Нежность» Майя Кристалинской и другие. Это люди, которые никогда не играли ни на чем. В принципе, так же, как и наши артисты. И они, вопреки всему, в память о Коле создают этот концерт. Торжественно поют, как бы восхваляя Колю, поднимая его на какой-то такой педестал человека, который смог. Кстати, концерт – это отличие этой постановки от оригинальной версии. Спектакль поставили по киносценарию Георгия Николаева «Звездный час по местному времени». А «Облако рай» – его советская киноадаптация. Режиссер постановки Галина Зальцман, лауреат «Золотой маски», любит работать в театре с киносценариями. Для нее это диалог двух искусств. Мне показалось, что она необходима просто. И сегодня, в тот такой момент, когда мы много говорим о том, что такое уезд, и вообще оставление какого-то места, в котором ты жил всегда. Да и вообще, что такое, что существует за пределами нашего понимания того места, где мы живем. И существует ли оно вообще. Это как космос. То есть непонятно, что там за пределами нашего мира. Вот. И история теплая, история человеческая. Первоисточник популярен у постановщиков по всей стране. Посмотреть версию нашего театра драмы можно уже в сентябре. Возрастное ограничение для посетителей – 16+. Анна Москаленко, Антон Еноткин. Новости. На сегодня у меня все. Напомню телезрителям, что эти и другие новости, увиденные выпуски, вы всегда найдете на сайте katun24.ru и в группу телеканала в соцсетях. Также обязательно присылайте к нам редактору свои темы. О самых актуальных мы расскажем в прямом эфире выпусков новостей на Катунь-24. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире уже завтра утром. Субтитры подогнал «Симон»!